Вас приветствует канал Видеоньюз и мы снова публикуем видео об интересном вокруг нас. В этом ролике мы возвращаемся к рассказам о галактиках местной группы. И сегодня наше видео будет посвящено одному из спутников нашего Млечного Пути, галактике Печь. Печь, английский вариант Форнекс, это карликовая шаровая, или как их еще называют, сфероидальная галактика, которая расположена в южном галла нашего Млечного Пути в направлении созвездия Печь. Наблюдать ее можно, находясь как в южном полушарии, так и в северном, однако ближе к экватору. И само созвездие, и галактика Печь это довольно тусклые объекты, поэтому их подробностях можно разглядеть только при помощи достаточно мощных телескопов. Довольно интересным является тот факт, что 19 октября 1835 года Джон Гершель, сын легендарного Уильяма Гершеля, работая в обсерватории на мысе Доброй Надежды, обнаружил шаровое скопление, которое каталогизировали потом, как NGC 1049. Английский астроном даже и подозревать не мог, что это шаровое скопление уходит в состав отдельной галактики. Фактическое открытие галактики Печь приписывает американскому астроному Харлоу Шекли, который наблюдал ее в 1938 году при помощи 24-дюймового рефлектора обсерватории Байдена в ЮАР. Таким образом, эта галактика стала четвертым по счету открытым спутником Млечного Пути. Ранее человечество знало только о Большом и Малом Магеллановых облаках и Карликовой галактике Скульптор, открытой годом ранее. Расстояние до галактики Печь астрономы оценивают примерно в 430-490 тысяч световых лет. Ее диаметр составляет порядка 2000 световых лет, что далеко не самый последний показатель среди подобных объектов. Фактически, рассматриваемая галактика состоит из шести компактных шаровых скоплений. Кроме вышеупомянутого NGC 1049, это обозначенные довольно просто кластеры Форнакс 1, 2, 3, 4 и 5. Большая часть звезд в галактике относится к старым звездам второго населения с низкой металличностью, возраст которых составляет от 8 до 10 миллиардов лет. Кластер Форнакс 4 сложен из более молодых и переменных звезд, что в 1999 году дало ученым основание предполагать, что это шаровое скопление образовалось примерно на 3 миллиарда лет позже своих собратьев. Галактика Печь совершает полный оборот вокруг Млечного Пути примерно за 750 миллионов лет, при этом постоянно отдаляясь от центра родительской галактики со скоростью 53 километра в секунду. Спрогнозировать дальнейшую судьбу галактики Печь в эволюционном плане достаточно тяжело. Однако, вероятнее всего, она будет поглощена галактикой, образовавшейся после слияния Млечного Пути и Андромеды примерно через 7 миллиардов лет. Ну а пока мы с большим вниманием будем следить за новостями в области галактик-спутников и готовить следующий рассказ о другом подобном объекте. Канал VideoNews благодарит вас за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.